Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 17 августа. Вот сейчас я показывала вам удивительный, такой уникальный, можно сказать, экзотический томат-загадка природы. И хочу сразу же перейти к дегустации, потому что я сейчас с него выбираю семена, я всё равно его ем. Восхищаюсь, восторгаюсь и хочу вам сразу сказать об этом. Вот смотрите, разрезаю я пополам, когда томат, я вам уже рассказывала, что он двухцветный, трёхцветный, даже тут жёлтый, красный, розовый. Когда разрезаю томат, он в одном месте может быть одного цвета, в другом другого. Но нам самое главное посмотреть, вот я убрала плодоножку, никаких ни уплотнений, ни вот этого стерженька внутреннего нет. Всё мясо однородное, вот я испластала все их. Смотрите, встречаются и какие-то изебровые фрагменты, как полосатенькие такие. Такое вкусное мяско вот это. Есть и чисто жёлтые, есть вот такие вот, попадаются, смотрите, долька, раз полоска розовая, какая-то красная, остальное жёлтая. Есть вообще просто вот так вот, размывами. Очень оригинальная, конечно, раскраска, но это не самое главное. Главное, что у него такое вкусное мясо. Вот это вот само мясо, оно прям тает во рту. Вы смотрите, какой он мясистый. Нет вообще кислинки. Вот такой вкус изумительный, вот сладкий какой-то с медовым оттенком. У меня всегда спрашивали, какой у вас томат любимый, какие любите на вкус. Плюс предпочтения, конечно, наши меняются с годами. В молодости у меня был томат самый любимый, бычье сердце, потому что мы лучше ничего не ели в советское время. Бычье сердце, бычье сердце был распространён. Потом я начала, когда испытывать новые сорта, мне понравилась Настенька очень, когда вызреет она прям такая сладкая. Потом понравился Космонавт Волков. Нынче понравился очень толстый джек сорт, такой мясистый прям. Он не крупный, но мясистый. Но вот с сегодняшнего дня я могу смело сказать, что самый вкусный томат это загадка природы. Я вкуснее вот этого томата не ела. Вот я что прочитала, что розовый даёт ему сладость, а вот этот жёлтый и оранжевый даёт полезные вот эти диетические свойства. Он ещё и полезен для человека. Это как полезное с приятным совмещаем, очень вкусный. Кто ни разу не выращивал, посадите хоть один раз, попробуйте. Конечно, всё зависит и от лета. У нас нынче лето удачное, что долго было жарко. Они вот эту сладость набрали, но я не думаю, что он сильно меняется в связи с условиями погоды. Если он крупноплодный и сладкий на вкус, он такой и должен быть, особенно в теплицах. Прекрасный сорт. И вот по дегустации я ему прям могу поставить 5 с плюсом. На данный момент, вот в этом году, это самый вкусный томат, который я пробовала. Но я же буду пробовать ещё и ещё, и возможно найдётся ещё вкуснее томат. Но вот эта новинка у меня в этом году, каждый год теперь буду его садить. Спасибо соседке, которая дала мне семена. Сначала я не хотела вообще его выращивать, какие-то загадки природы. Но влюбилась. Всё, дегустация прошла отлично. Сорт очень сладкий. До свидания. До свидания.